В Краснодарском государственном институте культуры состоялся очередной показ спектакля «Время крестное». Это совместный проект отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии и Института культуры. В основу сюжета положен период жизни и подвиги святого князя Александра, начиная от Дневской битвы до принятия схимы и христианской кончины. Спектакль поставлен под наименной драме кубанского священника, протерея Александра Клементьева. Отец Александр Клементьев, он является папой моей супруги, матушки. И вот после его смерти мы перебирали его записи, рукописи и нашли вот эту папку с произведением, которое так и называлось «Время крестное». Потом при встрече с ректором Сергеем Семеновичем я передал эту папку ректору с просьбой рассмотреть вопрос постановки этого замечательного в стихах произведения. Он с радостью откликнулся и вот теперь мы видели то, что получилось. И, конечно, то, что ребята не просто сыграли, а прожили этот спектакль, прожили не столько роли, сколько значимость событий, это не оставляет равнодушным. Это заставляет плакать в зал. Это, я считаю, самая высокая оценка этого спектакля. Это искусство с большой буквы, которое заставляет переживать, которое заставляет плакать. Значит, оно доходит до самого сердца, до самой души слушающего. Все роли в спектакле исполнили студенты института и молодые преподаватели. Проживая свои роли, они постарались проникновенно рассказать зрителям о подвиге героя, напомнить о великих делах и победах святого Александра Нерского. Я хочу выразить благодарность студентам за вот эту очень трогательную, искреннюю игру сегодня вступления. Они прожили здесь, наверное, целую жизнь и показали нам, каково было на Руси 800 лет назад, 8 веков. Но как ни странно, ни прискоробно, к сожалению, вот та ситуация, она остается. Вот каждый век, каждые 100 лет обязательно на Россию кто-то пытается напасть, что-то хотят у нас захватить. Самое главное – отобрать веру. То, о чем главный герой правильно сказал, что надеяться можно только на веру, на свой народ, да на себя. Что мы и делаем. Премьера спектакля состоялась в декабре 2021 года. А в 2022 году дата выхода спектакля об Александре Невском совпала с днем начала специальной военной операции. И вот, спустя два года, накануне Дня защитника Отечества, в зале среди зрителей были родственники героев специальной военной операции. По завершению спектакля им были вручены портреты их родных и близких, мужей, отцов и сыновей, которые нарисовали студенты Института культуры. В зале мало кто мог сдержать слезы. АПЛОДИСМЕНТЫ Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Крестное время! Но во все времена Россия чтила память своих героев, которым были всегда свойственны мужество и доблесть, таких, как святой князь Александр Невский, который стремился к исполнению евангельских заповедей, любил свой народ, свое Отечество и защищал его. И на примере современных героев, отдавших свою жизнь за свою родину, свои семьи, за русский мир. Как важно воспитывать молодежь на примерах наших русских героев. Поэтому в марте запланирован еще один показ для казаков-наставников казачьих классов образовательных организаций Кубани. Александр Невский, когда разбил своих врагов, сказал эти слова. Мне кажется, эти слова должен знать каждый мальчишка наизусть. Вы слышите? Мальчишки, мужчины, выучите эти слова. Они помогут вам в трудную минуту. Слова Невского. Он сказал их, когда враг был уже у ног победившего Александра. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива, и пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. На том стояла, стоит и стоять будет русская земля. Аминь.